Доброе утро! Новый день! Ну и начало дня. У нас хорошо на улице. Правда ветер какой-то непонятный. А так, да, ветер непонятный, прям очень, видите, сильный. Вот, у нас появилась во дворе. Сейчас я переклюну. Вам, наверное, будет видно. Собака Хаски. Вон она. Сейчас переключу на себя. В общем, кто-то выкинул собаку. Я позавчера шла и она, значит, смотрю за девчонками, за девушками бежит. Они говорят, ну все, уже нет ничего. Я понимаю, что она голодная. И как раз по пути КБ. Я захожу, покупаю. Говорю, дайте ей какую-нибудь корм. Они говорят, ну есть только кошачий вот такой вискос. Ну купила упаковку. И иду, и зову. Иди сюда. Она бежит ко мне. Я говорю, давай тебя покормлю. Открыла, насыпала ей. Боже, ребенок так ел. Это девочка. У нее прям титьки висят, видимо, и молоденькая. Ей даже года нет. Я ее трогаю. Она пушистая, мягенькая такая. Значит, я ее кормлю, глажу сама. Она вот, в общем, все слопала. Титьки висят. Видимо, кто-то взял. Щенков поимели и пинком под зад. Она худющая такая, безумная. Сейчас и мне дали телефон волонтеров питомника именно по Хаске. У меня у племянника. Девушка-волонтер в питомнике, где питбули. Она говорит, я дам сейчас телефон. Сейчас я им ориентировку дам, что тут вот бегает собачка. Хотела ее забрать себе я. Уже мужу говорю, вот хоть, блин, на балкон ее притащи и все. Мужу говорю, давай ее заберем. Она такая красотка. Она вот бегает. Она бегает за всеми. Ну, как-то сильно ее никто не это. Кто-то отгоняет, кто-то гладит, кто-то кормит. Она, говорю, безумно худая. Так, давай заберем ее себе. Он такой, куда? Я говорю, ну, посадим. У нас задний двор и передний. На заднем дворе сидит у нас азиат. Ну, как сидит, он гуляет у нас все огорожено. На переднем дворе у нас когда-то немка была. Ну, у нас старенькая. Она уже умерла. У нее такой классный вольер. Прямо под березками. Говорю, давай ее там. Астану. Говорит, нет. Говорит, я устал уже, говорит, от собак. Нет, говорит, и все. Говорит, этот азиат. Говорит, она будет лезть к нему. Ну, молодая же. Говорит, сразу момент там, говорит, разорвет. Это же, говорит, он, говорит, азиаток-то. У нас были азиатки, девочек, вечно, говорит, вставляла. Короче, говорит, а я и начну, говорит, течковать. Я говорю, ну, мы простерилизуем. Короче, он не подписался. Говорит, нет. Он говорит, вот пусть кобель, говорит, доживает уже и тогда, говорит, я поеду в питомник и возьму собак взрослых. Так что, короче, вот так вот кто-то берет животное и выкидывает. Вот на какой-то ноте я начала, да, такое день, начало нового дня. В общем, я сейчас пристрою, попробую пристроить. Вот. Сегодня у меня по плану один клиент, но две процедуры. Это клиент у меня особенный. Я ее, конечно, снимать, не знаю, то ли ручки, ручки, наверное, сниму, ножки у нее сложноваты. Это девушка, под которую мне постоянно, ой, вы толсто положили материал, ой, там это какие страшные руки. Нет, девочки, вообще так нельзя писать. Ну, что человек сделает, да, называется, у нее пальцы Гиппократа. Худенький, да, и здесь вот фаланга последняя, прям большая, такая круглая и сам ноготь тоже грубая. Ну, что сделаешь? Ты ничего не сделаешь с этим, да. Ну, такой вот ты родился. Вот. И которая выбирает у меня всегда пленки. И эти пленки, ни одна из них к ней не подходят, потому что ноготь на на ногах очень широкий. Я ее каждый раз... Может, цвет нанесем? О, нет пленки, мне так они нравятся. Ну, сейчас попробую, может быть, в этот раз что-нибудь ей скажу. Ну, как-то пленки ей не очень скажу. Леет, а сейчас закрыт, и вдруг чем-то пошоркается, да? Какой-то я, короче, неправильный мастер, потому что, ну да, в последний раз я и вообще подрезала из трех и сделала на двух больших пальцах, то есть там прям по сантиметру. Я же говорила, не хватало, одну разделила. Это когда рисунок можно подобрать и не будет видно. А когда видно рисунок этот, то уже ничего не сделаешь. Вот. А сегодня почему еще два клиента? О, один клиент у меня. У меня у Систер день рождения, сейчас я ее поздравляла. Она у меня старалась взросленькая на год. Вот. И мы идем, я иду к ней сегодня поздравлять ее. Хочу найти определенные цветы. Короче, только я, я же сестра ее, с юмором. Ей свекр каждый год дарил гладиолус. Она говорит, я их ненавижу. Еще такие колхозные, да? Она говорит, я их просто ненавижу. Вот хочу побегать у нас по району. Бабулечки, знаете, бывает продают возле магазинов. Зайду в такие магазины и напишу в группу, где вот мы живем. Может, у кого-то есть гладиолусы. И приду к сестре с гладиолусами, чтобы она была рада меня видеть. А завтра она уже отмечает свой день рождения. И уже все завтра мы будем у нее. Давайте немножко поозвучиваю. Но сразу хочу сказать, извините за свой голос. Так как он после болезни, еще такой гнусавый. Может, где-то буду я так подшмыгивать, подхрюкивать. Ну, надеюсь, вы меня извините. В общем, работа эта моя. Эта девушка ходит ко мне уже третий год. И очень часто, когда я выставляю ее ручки, да, у меня пишут, что, ну, как можно было так сделать. Вам не кажется ли, что тут толстовато и все такое. Девочки, вот вы видите, что я специально сейчас поозвучиваю, что очень тонкое покрытие. Ну, вы это видите. Никаких пирожочков нет. Ну, такая особенность ручек, да, называется. Я уже это много раз говорила. Пальцы Гиппократа. Но, слава богу, у нее не такая сильная. Есть разновидность прям очень такие. Они вот. Ну, вот такая особенность у нее, что ручки, что ножки такие. Здесь с ней, конечно же, я осторожничаю, потому что покрытие тоненькое. Снимаю я синей керамической фрезой на 25 тысячах оборотов, потому что скорость сильнее боюсь ставить. Вот, честно говорю, прям осторожничаю. У нее и кутикулка, в принципе, это кутикулка. Кутикула такая стелющая, да, палочкой не поднимается вообще. Вообще не поднимается. Я ее поднимаю только фрезой. Здесь вы увидите. И цилиндром. В общем, она поднимается только фрезой. И... Господи, что я хотела? Извините, отвлекаются. И ее поранить тоже очень-очень легко. Она ко мне пришла, когда в салон записалась. Это салон номер 3. Вот она ходит до сих пор ко мне. В общем, она, когда я сделала маникюр, она мне сказала, Ирина, дайте мне свой номер телефона. Говорю, зачем? Она говорит, вы первый мастер, который меня не порезал. Ну, хотя я тоже иногда режу. И то режу ее, когда приподнимаю кутикулу. Она говорит, потому что, переехав сюда, в Парковый, да, она говорит, я пошла сначала в один салон. Меня порезали. В другой салон мне тоже порезали, говорит, практически каждый палец. Я, говорит, даже не могла мыть посуду. Ну, сами знаете, да, бывает, что резанешь там как-то, и получается, даже под водой это очень больно держать. Вот, она говорит, я не могла вообще ничего делать. Вот, и когда я сделала, она прямо осталась довольна, вот до сих пор теперь ко мне ходит. Так, что я хотела сказать. В общем, покрытие тоненькое, вы все увидите. Кутикулу мы также поднимаем, и хочу сказать, что здесь у нее нет подкутикульного пространства. Мы делаем стыд к кутикуле. Когда, ну, нету людей, если что, вот сделаешь, да, у всех разные ручки. У кого-то есть там, можно раскопки вести, да, так глубоко фреза залазит. А у кого-то, ну, нету, больно уже дальше. У меня, в принципе, такие средненькие. Но вот на ногах у меня... Сейчас отойду немножко от темы, расскажу. Значит, был у меня такой случай. Черт меня дернул пойти на педикюр. Вообще, я сама себе всегда делаю, но лет пять назад я решила, что что же я всем делаю, кайфую, это не могу себе сделать. В общем, я записалась хорошему мастеру, так как, знаете, да, все равно мы ищем там фотографии, отзывы. Не буду даже говорить, кто это. Вот, записалась я к мастеру, ну, и сразу предупредила ее, как и многие предупреждают, в принципе, приходя ко мне, да, там, у меня чувствительная кутикула, у меня там вот тут вот что-то. Тут меня, мол, часто ранят, там, или еще что-то. Вот тут, ну, в общем, я предупредила, что у меня на одном пальце, после того, как мне удалили ноготь, у меня стала кутикула, ну, видимо, защитная функция срабатывает, да, и она такая стелющая. И я ее всегда срезаю, то есть апельсиновой палочкой, пушером она вообще не поднимается, вообще. И я ее всегда срезаю просто фрезой. Вот сейчас, в принципе, вы увидите цилиндров. Я здесь ее поднимала на этих ручках, а я у себя всегда просто срезаю ее, как из серии экспресс маникюра. Ну, я ей сказала, она такая, ну, промолчала, подумав, наверное, что-то такая умная. И решила сделать по-своему. А она такая, начала мне там ковырять, такая, у вас здесь такие пропилы. Я говорю, нет у меня пропилов. Ну, у меня, получается, поднимаешь ее как будто, а там как будто еще, то ли это молодой, ну, молодой ноготь. Я не пойму никак, что там. Поэтому я всегда просто тупо срезала, и покрываешь себе в стык кутикулю. В принципе, как и должно педикюре, не надо ковыряться там по саму фалангу, так как у нас их там всего две. Продолжаем. В общем, она мне расковыряла так, там и кровь, и больно, и все. В общем, она мне повредила Матрикс. Не знаю, с чем. То ли фрезой, то ли пушером, там палочкой повредила Матрикс. И у меня теперь на этом пальце ноготь, а не Хорекс, знаете, да, это раздвоение идет. Это жесть. Когда одеваешь носок, жесть. В общем, протезирование, а протезирование речи вообще не идет, потому что он ломается, делаю еще хуже себе. И на просторах интернета мне одна девушка написала. Вы берете, покрываете базой этот ноготь, да, и сушите 60 секунд, как положено. И еще раз покрываете. В общем, два раза. Все, не топом, ничем не перекрываете. Снимаете липкость. И что там делаете? Обычный лак? Обычный, пожалуйста. И она говорит, дело в том, что прозрачная, вы видите, как он срастает. То есть, вы всегда его подпиливаете. Не даете свободному краю даже вылезти. В принципе, я так сейчас стала делать. У меня он постепенно проходит. Ну, как проходит, просто я не даю ему раздвоиться этому ногтю на свободном крае. Поэтому вот не всегда хорошо ходить, да, куда-то. Из-за этого я никому не даю свои руки. Делаю сама и делаю сама себе педикюр. Так что вот так отошла от темы. И теперь я, наверное, начну о том, как я, где работала, да. В общем, о салонах, приехав сюда. Я уже рассказала, да, о салоне, что один закрылся. Салон, в котором я работала. Салон номер два. Ну, вкратце расскажу, да, кто не сильно так смотрит. Салон номер два. Я ушла оттуда. И вот осталась в салоне номер три возле дома, потому что мне было удобно там, так как он находился возле, прямо вот я вышла с подъезда, можно сказать, он там. Вот. И была на субаренде с девочкой, с косметологом. Ну, можно так назвать, да. Вот. И расскажу немножко о субаренде. Мы с ней договорились о энной сумме, да, что я плачу. И коммунальные услуги мы делим пополам. То есть, это свет, вода. Ну, вы знаете, да, все, когда мы идем на аренду, если платим по счетчикам, да, мы, ну, я лично сфотографировала в начале месяца, да, и потом в конце, в общем, идет как сверка. Вот эта фреза. Вот. И она, значит, в первый месяц вроде нормально. Во втором, значит, она проработала там, знаете, вот октябрь, ноябрь, декабрь. И в январе я уже не вышла на работу. То есть, три месяца всего лишь. В январе я и сказала, что я не выйду. Буду съезжать. В общем, первый месяц она промолчала. Ничего не сказала. Второй, значит, говорит. Ну, раз мне говорит сумму. Я говорю, а что такая сумма? Получилось куб там, что-то воды, света, как будто он всю жизнь, все время, там весь месяц включен, там все горело. Я говорю, почему так? Я говорю, ну, по счетчикам, если мы оплачиваем по счетчикам, вот, пожалуйста, сколько у нас намотало, сколько у нас нажгло и сколько воды намотало. Она говорит, нет. Мне, в общем, арендодатель сказал, надо столько-то заплатить. Я говорю, сфигали. Она говорит, ну, он мне так сказал. Ладно, я заплатила первый раз. Ну, это за второй месяц. За третий, значит, приходит опять такая же Петрушка. Она говорит, надо заплатить такую-то сумму. Вот мы ее пополам давай разделим. Что-то вообще, знаете, сумма была такая приличная, прям приличная сумма. Там где-то, наверное, ну, вот не вру, полторы тысячи, это почти три года назад с человеком, но я считаю, что это много за свет и за воду. Здесь я за воду, за свет плачу, даже стольника у меня не выходит. Извините меня, у меня и ультразвуковая мойка, и телевизор, и гпшка, ну, все. И свет постоянно горит. Ну, в общем, я и такая говорю, что-то мне, говорю, не нравится. Знаешь, говорю, это называется, ну, я скажу обман, но я сказала совсем другое слово. Я говорю, ну, дай мне телефон его. Говорю, я с ним поговорю. Он такой, ну, сфигали, вот я тебе его давала. В общем, она хотела, видимо, меня сама нагреть на этой сумме. Ну и потом, в общем, я ей сказала, вот это все переваривала. И когда время оплаты, в январе, точнее, это было 2 или 3 января, я, значит, собиралась платить, а муж мне говорит, ну, что ты, говорит, будешь платить? Давай вот въедешь в квартиру. В принципе, оплата такая же. Вот. И будешь спокойненько себе одна. Я такая думаю, блин, ну точно. Сама себе хозяйка. Пол помыла, хоть валяйся на этом полу. Как бы никто тебе ничего не скажет, все чисто. Я люблю, чтобы было чисто. И вещи, где я поставила, там она и стояла. В общем, я ей сказала. Она говорит, я так и поняла, что ты будешь съезжать, потому что ты якобы была возмущена оплата. Я говорю, ну, конечно, возмущена. Как? Это же мои деньги. Я толком говорю, ты видишь, что я не прихожу, у меня клиентов-то нет. Два хромых зашли, посмотрели, развернулись и ушли. Он говорит, ты же видишь, что я здесь, как говорится, просто вот тупо хватало мне, чтобы отдать аренду. Вот, говорю честно. Я, оплата у меня была, вот правда, чтобы отдать аренду, я типа нарабатывала клиентов. И там и сумма такая была, когда я начала, честно скажу, 800 рублей. Блин, ну вообще смешно. У меня, живя в Казахстане, была сумма выше. Начнем с того. Вот, ладно. И получается, и что мне еще не нравилось, очень часто брали мои вещи, мои инструменты, мой мультидес, антисептик, да, вот это все. Так как мы знаем, ну я знаю, если я взяла, точнее, если я поставила, у меня там стоит это средство. В общем, я раз его нашла на другом месте, два нашла на другом месте, потом этот мультидес я нашла вообще у нее там. Ну то есть она себе инструменты, там, не знаю, кушетку, что там она обрабатывала. В общем, мне это очень не нравилось, и я съехала, слава богу, забыла, как страшный сон. Вот, и осталось, получается, я работать здесь в квартире. Уже вот с января я работаю, в январе будет три года, как работаю я здесь. Я очень счастлива этому. Вот, и получается, и осталось работать в салоне номер три. Работала я, как сказала вам уже, потому что, ну это шаговая доступность. Я вышла, я уже практически в салоне, работали мы с 9 до 8 вечера. То есть последний клиент был 6 часов. Вот. Там мне, если бы не, как сказать, мне, в общем, устраивало только то, что там было близко. Я, может быть, нарабатывала клиентов как-то что-то, хотя я забрала вот всего лишь у меня с того салона 2 или 3 клиента, потому что, ну, нам не разрешали давать номера, зная о том, что мы, ну, пути попереманим, да. Может быть, это неправильно, не знаю я, правильно ли или нет. В общем, это девочка, которая вот на видео, она, она сразу, она не стала даже туда ходить, в салон, она, по-моему, сюда, она, а нет, вдруг ходила, она ходила, не стала ходить другая. Она мне сказала, Ира, дай мне номер телефона, я буду к тебе ходить. И, как оказалось, она живет в соседнем доме. Ей еще даже ближе было. Вот. И, получается, там у нас камеры стояли. Ну, камеры мне вообще, в принципе, все равно, что там камеры стояли. В общем, расскажу о том, что я инструменты всегда вот брала свои, да, я стерилизовала свои инструменты здесь, потому что там был ламинолом, ну, это вы знаете, да, что они поганятся. И, как-то я не очень доверяю сухожару гробику. Вот. Так что я обрабатывала здесь инструменты и уносила туда. Там у меня, кстати говоря, тоже пропадали и не раз. Один раз упаковка фрез у меня. Ну, вот как вот наборы мы собираем. Раз, потом твердосплав и кусачки. Ну, в пакете прям, в крафт-пакете. От твердосплав я купила как раз тайфон за 800 рублей, да, знаете, кто? Уже брали. Я взяла на пробу две штуки. Один сюда, а другой туда в салон. Ну, и, короче, я подхожу к администратору. Говорю, знаешь, говорю, вот тут камера есть. Я могу, в принципе, посмотреть. Говорю, скажи девочкам. Ну, так, каждый не говорю, что это, что если не вернут, то я посмотрю по камерам, и это ничего хорошего не будет с этого. Ну, то есть я скажу начальству, что так и так. Ну, в общем, через несколько дней появились кусачки, и фрезы не было, но кусачки, короче, набор кусачек появился. Фреза так и ушла. В общем, ну, спасибо, что деньгами. Господи, что взял деньгами, да. В общем, и, ну, вот этот вот такой отдельный пунктик, да, работодателю, конечно, я это не сказала ему. Думаю, зачем вот эти склоки? И так, знаете же, да, женский коллектив всегда такой змеиный у нас. Вот. Потом, значит, что такое рассказать интересное. Был у меня такой клиент один, опоздун, да, назову его. Она такая интересная. В общем, работали, как я уже сказала, мы до восьми вечера, и последнего клиента запись была на шесть. Она, видимо, как она мне потом уже сказала, работала до шести часов. Она, в принципе, да, никак не могла попасть. Вот. Она один раз опоздала на сорок минут, второй раз опоздала на сорок минут. Ну, когда запись первый месяц, второй месяц. И просто клиент, ну, это, там, приходишь вовремя, да, в шесть часов, потом еще в сорок минут ждешь, она администратор напишет, я еду, извините, пробки, извините, пробки. Я так, потом, как она проболталась, что она, оказывается, работает до шести. Она говорит, ну, меня же бы никто не записал. Типа, на семь часов. А мне и так в семь, типа, удобно. То есть, типа, час ехать. Ну, в общем, я такая, думаю, нифига себе деловая ты. И я, в общем, сказала администратору, говорю, больше меня к ней не записывай. Ну, ладно, я быстро, как бы, сделаю, быстро делала. Но, извините меня, сорок минут мы должны, да, мастера вовремя приходить. И сорок минут я должна ее сидеть еще ждать. Да я умоляю, за сорок минут могу дома, знаете, что сделать, блин? Не знаю, поесть сварить. Ну, шучу, конечно. Но что-то такое сделать. Ну, в общем, я и сказала, чтобы меня она больше не записывала ко мне. Вот, и была еще одна клиент, назову, не знаю даже, как ее назвать. Я вот ее встретила вчера в магазине. Ну, мы поздоровались, да, мы здороваемся, если видим друг друга. Она, в общем, ходила ко мне. И записавшись ко мне, пришла, ну, она с детишками приходила. Знаете, как мы вот с клиентами разговариваем о детях, там, ла-ла, о работе, о том, о сём. И она, значит, пришла, смотрю, покрытие не мое. Я говорю, о, не мое, да, покрытие? Она говорит, да нет, говорит, вас не было, а мне, говорит, в этот день нужно было записаться. Я, меня записали к другому мастеру. Ну, я вижу, так, я говорю, толстовато, да, немножко покрыли. Она говорит, ну, я говорю, ну, ладно, сейчас снимем все. Я говорю, а что за мастер? Вообще, я никогда не спрашивала. Ну, я спросила. Я говорю, а что за мастер? Она говорит, да, девочка, говорит, я даже не знаю, что это. Ну, ладно. Ну, в общем, сделали маникюр, все отлично. И, значит, я ее на стойку к администратору провожаю, и, как всегда мы говорим, да, там, если был ремонт, то, то, то. Я ей сказала, говорю, был маникюр, гелевое покрытие, геллаковое, ну, говорю, снятие было наше. Ну, снятие наше бесплатно, а снятие чужое, чужого покрытия, то есть не нашего салона, было 200. То есть, если даже я снимаю, но мастер нашего салона, это все равно бесплатно. Вот, и потом, значит, ну, все отпустила, она расплатилась, все. Через день, значит, в чат группы салона нам работодатель, конкретно мне и администратору пишут. Девочки, еще раз, и, короче, я вас буду штрафовать. Мы не поняли такие, в смысле, еще раз. Вот вы девочку, но она, видимо, прям вообще капец, как все отслеживала. Мало того, что по камерам, так там еще везде. Вот вы девочку, значит, отпустили. А на самом деле она, вот что я смотрю, извините, вылезла, а на самом деле она, покрытие было не наше. Как не наше? Она мне сказала, что наше покрытие. Она говорит, нет, покрытие было не наше. И, говорит, и скидывает, короче, нам стори с этой девушкой. А у нее было, значит, так, что отметишь мастера, да, какую-то скидку там получу. В общем, она отметила, что сделала она в другом салоне. Ой, мне так понравилось, так понравилось. Но это было вообще не наше. То есть, а потом, после этого мастера, она пришла ко мне опять снять этот маникюр. Короче, фак, история такова, что девушка зажала, не знаю, как сказать, решила на нас сэкономить 200 рублей, да, обманула нас мягко. Ну, как, короче, сделала не то, что обманула, ладно. Ну, поступила не очень красиво, да. Хотя иногда я сама сделаю ремонт, да, и говорила, да ладно, не будем за это платить, за мелкие. Хотя надо брать было за все. Говорю, да ладно, не будем, говорю, нормально все. Вот, и могла с клиента не взять за какой-то ремонт. Так же, как и здесь я не могу и не взять за ремонт, да. Ну, в общем, она сделала так. И я в следующий раз, когда она пришла, я говорю, знаете, вы немножко нас подвели. Я говорю, ну, как бы немножко обманули нас, да, и нам потом с администратором влетело из-за вас. Ну, в общем, она такая, да, я думала, что я у вас сделала. Ну, в общем, сделала вид, что она дурочка, да. Ну, конечно, я не хочу ее, это не оскорбление, но вот сделала вид, что она такая наивная девочка. Да, ой, я думала, я у вас сделала. В общем, вот так вот. Вот так вот было дело. Не было, а была еще одна клиент. В общем, у нас отдельная такая графа есть. Снятие, как, наверное, у многих, снятие от чужого мастера. Вот. И снятие, как сказать, не было у них такое снятие без последующего покрытия. У меня, к примеру, отдельно, я уже говорила в прайсе, этого нет. У меня есть снятие без последующего покрытия плюс маникюр. А у них этого не было. У них было просто снятие. И снятие входит все. И с последующим, и без последующего. В общем, была одна клиентка, она несколько раз ходила. Как я когда говорила, говорю, так вообще нельзя делать, чтобы вот сняли ногти, покрытие, да, с ногтей. И за копейки, за эти 100 рублей. Она говорит, это наш потенциальный клиент. Ну, блин, человек, я не знаю, понимаю, что, может, она в бизнесе вообще не шарит. Но я говорю, как он может быть нашим потенциальным клиентом? Она сняла у нас покрытие и забыла про нас вообще, как звать вас. Она, в общем, ходила, эта девушка конкретно снимала у нас только покрытие. Потому что в салон, куда ходила она, у них снятие было, неважно. Салона, либо чужое, всегда было 300 рублей. То есть она экономила 200. Она снимала у нас покрытие, их снимала. И тут же шла в тот салон и делала покрытие. Ну, получается, типа без снятия 200 рублей сэкономила. В общем, какой-то тупизм. Я ей сказала, а вдруг это наш потенциальный клиент, она увидит, что вы хорошо сделали, и типа придет к нам. Я говорю, то, что я сняла, это не означает, что я ей хорошо сделала маникюр. Я говорю, ну это глупость. Ну, конечно, потом было мне сказано, что откроешь свой салон и будешь хозяйничать. В общем, я сказала администратору, чтобы ко мне таких больше не записывали. Потому что я уже говорила это работодателю. Говорю, смотрите, вот 100 рублей вы берете. Я с этих 100 рублей получала 40. Честно, я даже за 100 сейчас, извините, меня попу не подыму, блин. Из этих 100 рублей я получала 40 рублей. Плюс моя фреза, мой аппарат. То есть амортизация аппарата, да, все считается. Ну, вообще, я еще пришла, извините меня. Ой, капец. Я ей говорю, смотрите, в 100 рублей входит. Вот пусть даже ваши эти 60 рублей, ладно, закрыв глаза. Идет свет, так как я включаю аппарат. Перчатки, пилочка, файл. Это все входит туда. Я говорю, неужто вы антисептик? Потом я со стола это убираю. Вы бесплатно работаете. Я объясняла, либо ставьте, говорю, сумму достойную. То есть там, не знаю, минимум 300 рублей. Снятие без последующего покрытия. Чужое снятие, когда клиент пришел, 200 рублей. А так, либо вообще уберите ее и делайте. Короче, как сказать вам? Вот я говорю, все равно это бизнес. Как ни крути, да. Когда мы начинаем работать, девочки, это бизнес. И когда идет демпинг, это, как вам объяснить? Надеюсь, вы знаете, да. Это снижение себестоимости, чтобы ко мне шли. Да я умоляю, вот, к примеру, у меня маникюр, ну, я, к примеру, говорю, 1000 рублей. А у девочки в соседнем подъезде 600. Она демпингует, она снижает цену. Но у меня себестоимость стоит, к примеру, 600 рублей. И у нее себестоимость стоит 600 рублей. То есть она работает бесплатно. И у таких что происходит? Выгорание. Она понимает, что у нее никогда нет денег и всего того. Ой, что-то я затронула такую тему, да. В общем, девочки, ставим нормальные цены. Сейчас я поговорила и пойду. И я же самой захотела сцену поставить выше. Ставим нормальные цены. Это что такое? В общем, ладно, буду рассказывать, раскрывать дальше свою тему уже в следующих своих видео, да. А сейчас вот спасибо вам, что вы посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо большое. Я дальше буду уже... Не хватает мне болтовня. Чем дальше уже буду рассказывать в следующих видео. Все, я отпустила девочку свою из-под шапки, да. И тут еще, говорит, от шрамика. Сейчас отпустила ее, пасть снимала. Я на ней маникюрчик. Красивый цвет такой сделали. И сделали педикюр. Аллилуйя. Она так пленки хотела. Ё-про-сете. Я ей сказала, там нет таких пленок у меня. Они у меня есть, конечно, она не стала ничего думать. Ну и ладно. Она хотела пленки градиента с черного в красный. Они у меня, конечно же, есть. Но мне тогда, говорю, наставки какие-то прокрашивать ли там надо. И, короче, я сказала, говорю, давайте сделаем что-нибудь другое. Она говорит, ну тогда черный. Я говорю, давайте цветотражайку черную сделаем. Ну, и, в общем, сделала. Покажу, какой цвет. У меня его очень-очень любят. Я покупала его прошлой осенью. И, знаете, там уже прям, ну, осталось, наверное, 1 четвертая из-под баночки. Классный цвет. Возьмите на заметку. Сейчас я его покажу. Сейчас я его покажу. Тут еще бардак, конечно. Так, смотрите. Сейчас мы делали с ней. Подложка у нас была пикнейл. Вот этот цвет. Фокус не на том фокусируется. InGarden номер 103. Девочки, очень классный, податливый цвет. Ложится в один слой. Прям очень красивый. И все перекрыли. Шок-эффект от PNB. Ну, сейчас я и сразу маникюр вам покажу, что мы делаем. Так, получается. Подложка у нас была. Глоси флитки. Показала, да? Так, база была у нас 01 Hard от Biotec. И цвет у нас был Vogue. Очень красивый. Под названием Cupidon. Так, и топ. Топ был Cadillac. Кстати, клиент вот в этот раз пришел и сказал, блин, так классно относился. Даже практически нигде не затерся. То есть топ хороший. А у нее очень часто всегда терлись. Стирался топ. Ну, в общем, показала я, что делала. Сейчас мы с ней закончили. Вот сейчас пиздецё, я отработала. Иду домой. Бегу прям домой. Так, и задержалась немножко. Там в Телеграм девочкам показывала некоторые свои цвета. Цвета отражайки. Так, еще какие-то бордовые. Любимые цвета. Так что подписывайтесь. Смотрите. Так как на YouTube канале я этого не показываю. Здесь просто у нас работы. Так, ну все. Спасибо большое, что вы заходите на канал. Смотрите меня. Ставите лайки. Мне очень-очень приятно. И всем пока.